добрый день в связи с наступающей датой еврейского нового года роша шана хотелось поделиться очень интересной идеей которая мне сделала то что называется бы но и сын там дала определенный новый вкус новое ощущение в наступающем празднике известно что в роша шана мы принимаем власть всевышнего заново то есть мы говорим что всевышний воцаряется на престоле броша на есть новое особенно специально зам так филла дополнительная молитва мусав в которой добавляются три благословления дополнительных малхует то есть благословление о царстве всевышнего зихрунот воспоминания или память благословление о воспоминания или памяти и шафар от и благословление о шафарах то есть о трублении в рог и о непосредственно о шафар от в который всевышний трубил на протяжении истории во время получения тора и во время время прихода машинах когда фишни безрад ашем скором времени протрубит в большой шафар и очень интересная такая мысль которая меня поразил что такое почему именно все эти три вещи малхует дихорнот и шафар от на царство память и шафары почему это вместе о чем они хотят сказать а здесь известная геморрама немного раз говорили в трактате рошана геморрак говорится что всевышний говорит скажите малхует упоминание о моем царстве для того чтобы воцарить меня над собой скажите воспоминания память или память для того чтобы поднялась память о вас передо мной к лучшему и как это произойдет в шафаре через шафар через трубление в этот бараний рог то азата гемора но в геморрак нужно сейчас добавить еще один какой-то момент который основы обосновывает рабби рафаэль шапиро за царь на основании рабби йосефа альба всем известно что рамбом сформулировал 13 принципов веры рабби йосеф альба не спорю с рамбом утверждал что принципов веры не 13 утверждает рамбом а всего лишь три какие три он говорит это то что всевышний есть он один то что всевышний наблюдает и за то что человек делает есть понятие плата и наказание то есть все что человек делает в этом мире за это отслеживается всевышний человек только он находится под наблюдением и за каждое свое действие он получит либо плату либо наказание соответственно того было ли это угодно всевышнему действие или не угодно и третье что тура она с небес так вот получается очень интересное сопоставление оказывается малхует упоминание о царстве всевышнего их суть это о том что есть всевышний и он один значит он властвует над этим миром поэтому упоминается всевышний царь творец и создатель и распорядитель и это суть этого благословления зихронот память там упоминается о том что за каждое действие предполагается либо наказание либо поощрение где добро где зло это соответствует второму принципу рабьиосфальба и третий принцип о том что тура с небес и с этого начинается третье благословление что трубление в шафар было когда во время получения тора получается очень четкое соответствие оказывается муссов в роша шана дополнительная молитва соответствует основам веры по рабьиосфальба получается что это не просто три каких-то аспекта которые оказались случайно в одной молитве их объединяет одна идея какая идея примите основы веры заново роша роша шана день обновления всей системы вся система с заново начинает действовать что нужно сделать в этот день мы всегда говорим принять власть всевышнего что на спринraine согласился вот три момента всевышнем и в него верим он есть второе мы знаем что он наблюдает за каждым нашим действием третье мы знаем как действовать что делать который он нам дала нас немец она от него все эти три вещи это три основы соблюдения и жизни по Торе. Это три основы всей нашей жизни. Получается, что Рошашана, не случайно эти три аспекта, каждый из них выражает квинтэссенцию того, что мы должны делать. Мы должны принять власть Бога, мы должны понимать, что каждое наше действие, мы несем за него ответственность, и мы должны знать, что у нас есть инструкция, мы должны знать, что мы знаем, как действовать. У нас есть Тора от Всевышнего, от Творца этого мира. С небес. Такая вот идея, которая мне, Баязратошем, в этом году дает еще определенный но и сентам, да, дополнительный вкус, дополнительное понимание в празднике Рошана. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова